Почти все время, как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокрое от слез, но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжелая, желчная, злая улыбка изменилась по его губам. Он прилег головой на свою тощую, затасканную подушку и думал, долго думал, сильно билось его сердце и сильно волновались его мысли. Наконец ему стало душно и тесно в этой коморке, похоже на шкаф или сундук. Взор и мысль просели из простора. Он схватил шляпу и вышел, на этот раз не опасаясь, с кем-нибудь встретиться на лестнице. Он забыл об этом. Путь же взял он по направлению к Васильевскому острову, через проспект, как будто торопясь туда за делом, но по обыкновению своему шел, не замечая дороги, шепча про себя и даже говоря вслух с собою, чем очень удивлял прохожих. Многие принимали его за пьяного. Письмо матери его измучило, но относительно главнейшего, капитального пункта сомнений в нем не было ни на минуту. Даже в то еще время, как он читал письмо, главнейшая суть дела была решена в его голове и решена окончательно. Не бывать этому браку, пока я жив и к черту господина Лужина. Потому что это дело очевидное, вормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения. Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам. Еще извиняются, что моего совета не попросили и без меня дело решили. Еще бы. Думаю, что теперь уж и разорвать нельзя. А посмотрим, льзя или нельзя. Отговорка-то какая капитальная. Уж такой, дескать, деловой человек, Петр Петрович, такой деловой человек, что извиниться иначе не может, как на почтовых, чуть ли не на железной дороге. Нет, Дунечка, все вижу и знаю, о чем ты со мною многого не говорить не собираешься. Знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед Казанской Божьей Матерью, которая у мамаши в спальне стоит. На Голгофу-то тяжело всходить. Так, значит, решено уж окончательно. За делового, рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна, имеющая свой капитал, служащего в двух местах и разделяющего убеждения новейших наших поколений, как пишет мамаша. И кажется, доброго, как замечает сама Дунечка, это кажется всего великолепнее. И эта же Дунечка за это же, кажется, замуж идет. Великолепно! Великолепно! А любопытно, однако ж, для чего мамаша о новейших-то поколениях нами написала? Просто ли для характеристики лица или дальнейшую целью задобрить меня в пользу господина Лужина? О, хитрые! Любопытно было разъяснить еще одно обстоятельство. До какой степени они обе были откровенны друг с дружкой в тот день и в ту ночь, и во все последующее время? Все ли слова между с ними были прямо произнесены? Или обе поняли, что у той и у другой одно в сердце и в мыслях? Так уж нечего слух-то всего выговаривать, да напрасно проговариваться. Вероятно, оно так отчасти и было. Но по письму видно, мамашей он показался резок, немножко. А наивная мамаша и полезла к Дуне со своими замечаниями. А та, разумеется, рассердилась и отвечала с досадой. Еще бы! Кого не взбесит, когда дело понятно без наивных вопросов и когда решено? Что уж нечего говорить? И что это напишет мне? «Люби Дуню, Родя, она тебя больше себя самой любит!» Уж не угрызение ли совесть ее самое? Тайне мучат за то, что дочерью сыну согласилась пожертвовать. «Ты наш упование, ты наше все!» «О, мамаша!» Злоба закипала в нем все сильнее и сильнее. И если бы теперь встретиться с ним господин Лужин, он, кажется, убил бы его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова